ну давайте действительно просто вспомним этих людей ничего наверно лишнего собравшимся говорить как я устал повторять бесконечно все то же и то же падать и вновь на своя возвращаться круги я не умею молиться прости меня господи боже я не умею молиться прости меня и помоги а по вечерам здесь все так же играет музыка 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 как ни в чем не бывало сэнлу и блюз ты во мне как боль как ожог сэнлу и блюз захлебывается рожок а вы сидите и слушаете и с меня не сводите глаз а вы жрете пьете и слушаете и с меня не сводите глаз а вы едите и слушаете и с меня не сводите глаз и поет мой рожок про дерево на котором я вздерну вас я никому не желаю слава я не умею я не знаю как это делается а может быть дневник старого доктора последние страницы уходят из Варшавы поезда уходят из Варшавы поезда уходят из Варшавы поезда и все темнее гетто все пустей а я устал и видно неспроста всю ночь кричат прощаясь поезда и я прощаюсь с памятью моей цыган был вор цыган был врун но тем милей вдвойне он трогал семь цыганских струн и улыбался мне он говорил учи сынок учи цыганский счет семь дней недели создал бог семь струн гитары черт и вот уже который век все тот же кавардак то богов вверх то чертов вверх а то и так на так а что добро и где тщета и кто кого пойми ведь даже радуга и та из тех же из семи цветов осенней медью город опален и я хранитель всех его чудес я неразменным одарен рублем мне скоро дважды семь и я влюблен во всех дурнушек и во всех принцесс осени меня своим крылом город детства с тайнами неназванными счастлив я что и в беде и в праздновании был слугой твоим и королем я старался сделать все что мог не просил судьбу ни разу высвободи и скажу на самой смертной исповеди если есть на свете детский бог все я боже получил сполна где в какой расписаться ведомости об одном прошу спаси от ненависти мне не причитается она война война четырнадцатый год мне трижды семь а веку семью два в обозе госпитальном кровь и пот и кто-то ночью плачет и поет печальные и странные слова гори гори моя звезда звезда любви приветная ты у меня одна заветная заветная повисло знамя как пустой рука тернополь полоцк отступление бред но в той бессонной школе переправ усвоил я что побежденный прав и пораженье стоит трех побед ах какая в тот день приключилась беда приключилась негаданно попросту что проститься со мною с чужим навсегда ты прошла пограничную полосу наступила внезапно чужая зима и чужая и все-таки близкая шла французская фильма в пустом синема барахло торговали австрийское понукали извозчики дохлых коняк и в кафе заколоченным наглухо мы сидели с тобою и пили коньяк и жевали засохшее яблоко и в молчанье мы знали про нашу беду и надеждой не тешились гиблою и в молчанье мы пили за нашу звезду что печально горит над могилой умру ли я и над могилою горит сияй уходят из Варшавы поезда и скоро наш черед как ни крути ну что ж гори сияй моя звезда моя шестиконечная я звезда гори на рукаве и на груди окликнет эхо давним прозвищем и ляжет снег по кровам прянишным когда я снова стану маленьким а мир опять большим и праздничным когда я снова стану облаком когда я снова стану зябликом когда я снова стану маленьким а мир опять запахнет яблоком меня снесут крылечко сонного и я очнусь от скрипа санного когда я снова стану маленьким и чудеса открою заново звезда в окне и на груди звезда и не поймешь которая ясней а я устал и видно неспроста всю ночь кричат прощаясь поезда и я прощаюсь с памятью моей жила у нас в доме сирот девочка Натя после тяжелой болезни у нее отнялись ноги она не могла ходить но она замечательно рисовала и писала песенки вот одна из них песенка девочки Натя из сиротского дома я кораблик клеила из цветной бумаги искры и клевера с клевером на флаге он зеленый розовый весь смолистых каплях клеверный березовый славный мой кораблик а когда забулькают ручейки весенние дальнею дорожкою синевой морской поплывет кораблик мой к острову спасения где ни войн ни выстрелов солнце и покой я кораблик ладила пела словно зяблик зря я время тратила сгинул мой кораблик не в грозовом отблеске в буре урагане попросту при обыске смяли сапогами но когда забулькают ручейки весенние в облаках приветственно протрубит журавлик к солнечному берегу к острову спасения чей-то обязательно доплывет кораблик лай-ла-лай ла-ла когда если будете когда-нибудь поминать героев прошедшей войны не забудьте я очень вас прошу не забудьте Петра Залевского бывшего гренадера инвалида первой мировой он служил сторожем у нас в доме сирот и был убит полицаями осенью сорок второго он он подметал наш старый двор тогда они пришли и странен был их разговор как на краю земли как разговор у той черты где только нет и да они ему сказали ты а ну иди сюда они спросили ты поляк и он сказал поляк они спросили как же так и он сказал вот так но ты шкультяпой хочешь жить зачем же черт возьми ты в гетто нянчишься как жить с жидовскими детьми к чему сказали трамп там там к чему такая спесь пойми сказали больше там а он ответил здесь и здесь она и там она она везде одна моя прекрасная страна несчастная страна и вновь спросили да ты поляк и он сказал поляк ну что же сказали значит так и он ответил так ну что ж сказали кончен бал скомандовали пли и прежде чем он сам упал упали костыли и прежде чем пришли покой и сон и тишина он он помахать успел рукой глядящим из окна о дай мне бог конец такой всю боль и спив до дна в свой смертный час махнуть рукой глядящим из окна а потом потом настал такой день когда дом у сирот было предписано явиться к половине двенадцатого на ум шляк плаце там тогда располагался гданьский вокзал эшелон уходит ровно в полночь эшелон уходит ровно в полночь эшелон уходит ровно в полночь паровоз дурак кричит шалом вдоль перона выстроилась сволочь сволочь провожает эшелон эшелон уходит ровно в полночь эшелон уходит прямо в рай Как мечтает поскорее сволочь донести, что Польша юденфрай. Юденфрай! Варшава, Познань, Краков, весь протекторат из края в край, в черной чертовне паучьих знаков ныне и вовеки. Юденфрай! А на ум шляк плаца у вокзала гетто ждет устал, чей черед, и гремит последняя осанна лаем полицая. Дом-сирот! Шевелит губами переводчик, глотка пересохла, грудь в тисках, но уже поднялся старый корчак с девочкой юнатией на руках. Знаменосец! Козырек заломлен, чубчик вьется точно завитой, и горит на знамени зеленом клевер, клевер, клевер золотой. Знаменосец! Два гарниста поднимают трубы, знаменосец выпрямил древко, детские обветренные губы запивают грозно и легко. Наш славный поход начинается просто от старого места до Гданьского моста. И дальше из песни, построясь по росту, к варшавским предместьям по Гданьскому мосту, по Гданьскому мосту. По улицам Гданьска, по улицам Гданьска шагают девчонки Марыся и Баська. А маленький Боля, а рыженький Боля застыл пораженный у края прибоя. Пахнет морем теплым и соленым, вечным морем и людской щитой, и горит на знамени зеленом клевер, клевер, клевер золотой. Мы проходим по трое, рядами, сквозь кордон эсэсовских ворон. Дальше начинается предание. Дальше мы выходим на перрон, и бежит за мною переводчик, робко прикасается к плечу. Вам разрешено остаться, корчак. Если верить сказке, я молчу. К берегу, к чугунному парому я веду детей, как на урок. Надо вдоль вагонов, по перрону, вдоль. А мы шагаем поперек. Рваными ботинками брецая, мы идем не вдоль, а поперек. И берут, смешавшись по лица и кожаной рукой под козырек, и стихает плач в аду вагонном, и над всей вокзальной маятой пламенем, на знамени зеленом клевер, клевер, клевер золотой. Может, в жизни было по-другому, только эта сказка вам не врет. К своему последнему вагону, к пахнущему хлоркою вагону, к своему чистилищу вагону, с песней подходит дом сирот. По улицам Лодзи, по улицам Лодзи шагают ужасно почетные гости, шагают мальчишки, шагают девчонки, и дуют дуделки, и крутят трещотки, и крутят трещотки. Ведут нас дороги и шляхи, и тракты, снега закопаны, где синие татры, над белой вершиной зеленое знамя, и вся наша синяя Польша под нами. И тут кто-то не выдержал и дал сигнал отправления. И эшелон Варшава-Треблинка на 20 минут раньше назначенного срока, случай совершенно неслыханный, тронулся по своему маршруту. Вот и кончилась песнь, вот и смолкли трещотки, вот и скорчилось небо в переплете решетки. И державе своей подвагонную тряску сочиняет король угомонную сказку. Итак, начнем благословясь. «Лет сто тому назад в своем дворце неряха князь развел везде такую грязь, что был и сам нерад. И вот однажды, рассердясь, зовет он маляра. А не пора ли, мол, вел князь, закрасить краской эту грязь? Маляр сказал, пора. Давно пора, велможный князь, давным-давно пора. И стала грязно красной грязь, и стала грязно синей грязь, и стала грязно белой грязь под кистью маляра, но потому, что грязь есть грязь, в какой ты цвет ее не крась. Нет, не кстати была эта сказка. Не кстати. И молчит, моя милая чудо-держава, а потом неожиданно голосом «Нати!» не в попад говорит «До свидания, Варшава!» И тогда, как стучат колотушкой о шпалу, застучали сердца колотушкой о шпалу, загудели сердца колотушкой о шпалу, мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву по вагонам, подобно степному пожару, из вагона в вагон, от состава к составу, как присяга гренит. Мы вернемся в Варшаву, мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву, пусть мы дымом и стаем над адовым пеклом, пусть тела превратятся в горячую лаву, но дождем, но травою, но ветром, но пеплом. Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву. А мне-то, а мне-то что делать? И так мое сердце в клочьях, я в том же трясусь в вагоне, я в том же горю пожаре, и из года, и века нынешнего я вам кричу, пан Корчик, не возвращайтесь, вам стыдно будет в этой Варшаве, землю отмыли добело, нету ни рвов, ни кочек, гранитные обелиски кричат о бессмертной славе, но слезы и кровь забыты, поймите это, пан Корчик, и не возвращайтесь, вам страшно будет в этой Варшаве. Взяли Вислу Помоги. Взяли Вислу и Татру, землю, горы, горы и небо, все, мол, наше, а так ли? Дня осеннего пряжа с вещим зовом кукушки Ваша. Врете, не ваше. Это осень костюшки, сосны, гордые стражи, там, над Балтикой, пенной, Ваши. Врете, не ваше. Это сосны Шопена, небо в пепле и саже от фабричного дыма, ваше. Врете, не ваше. Это небо тувима. Беды плодятся весело. Радость в слезах и корчах. Ну, ну, а много ли мы видели радости на маленьком нашем шаре? Не возвращайтесь в Варшаву. Я очень прошу вас, пан Корчик, вам нечего будет делать в этой Варшаве. Паясничают гомункулусы, геройские рожи корчат, трвется к нечистой власти, арава нечистой швали. Не возвращайтесь в Варшаву. Я очень прошу вас, пан Корчик, вы будете чужеземцем в вашей родной Варшаве. Ну, а по вечерам здесь все так же играет музыка. Музыка, 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 как ни в чем не бывало. Сен-Луи-Блюз, ты во мне как боль, как ожог. Сен-Луи-Блюз, захлебывается рожок. На пластинках моно и стерео горячи признания в любви. И поет мой рожок про дерево там на родине в Сен-Луи. над землей моей ночью выстрелы, скучной ночью все бах-да-бах. А вы гоните монету, мистеры, и за выпивку, и за баб. А еще, ну, прямо комедия, а еще за вами должок, выкладывайте последнее за то, что поет рожок. А вы сидите и слушаете, и с меня не сводите глаз. А вы едите и слушаете, и с меня не сводите глаз, вы жрете, пьете и слушаете, и с меня не сводите глаз, и поет мой рожок про дерево, на котором я вздерну вас. Я никому не желаю зла, я не умею, я не знаю, как это делается, как я устал повторять бесконечную судьбу.